344 тысячи. Столько сертификатов на материнский капитал получили дагестанские семьи с начала действия программы. Сумма, полагаемая на новорожденных детей, каждый год увеличивалась в соответствии с инфляцией. И если в 2007 году материнский капитал составлял 250 тысяч, то к 2022 цифра выросла более чем в два раза. В этом году прибавка составила свыше 40 тысяч рублей. На сегодняшний день эта сумма выросла в разы и составляет 524 тысячи 527 рублей. Эта сумма полагается в том числе и тем семьям, у которых второй и последующий ребенок был рожден до 1 января 2020 года, в силу того, что эта семья либо не обращалась за получением его, либо не распорядилась этими средствами. Еще одно нововведение. Те семьи, в которых появились двое и более детей, будут получать с первого числа сумму в 693 тысячи 144 рубля. На самом деле это такая масштабная акция. Индексацию ждали. Индексацию ждали в силу того, что программа будет действовать до 2026 года. Изменения коснулись не только размера выплат. Теперь родителям не придется бегать с бумажками и справками. Все процессы станут автоматизированными и данные о рождении детей в пенсионный фонд будет передавать сам ЗАГС. Человеку в госуслуги приходят уведомления о том, что ему назначено. И там же в электронном варианте документ он может просто-напросто распечатать. То есть вот этот человеческий фактор, он исключен полностью. У пенсионного фонда есть межведомственное взаимодействие с ЗАГСом. После того, как рождается ребенок, ЗАГС в электронном варианте эти данные направляет нам. Единственное, что в свою очередь делаем мы, мы проверяем, получал ли человек документ до этого, потому что сертификат выдается только один раз. Если у человека есть право, ему назначают в течение нескольких дней, после чего уведомление уходит в личный кабинет. И у человека есть возможность, как я уже сказала, даже не обращаясь к нам, он может его получить таким образом. И уже распоряжаться по его усмотрению. В пенсионном фонде также напомнили о предназначении данных денег. И затронули тему уголовной ответственности за использование материнского капитала не по назначению. Ведь обналичивание этих средств является мошенничеством. То, что очень актуально для нашей республики, это очень частая тема поднимаемая. Поднимаемая и в социальных сетях, это обналичивание средств капитала. Итак, обналичка-преступление – это абсолютные два синонима. Все средства капитала используются только по безналичному расчету. Все, что касается купи-продай, человек, который покупает, человек, который продает, они соучастники. Это преступление. И с 2010 года большей частью в республике возбуждены десятки уголовных дел, в которых, к сожалению, и продавцы участвуют, и те, которые продали. Поэтому мы очередной раз призываем этого не делать. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.